У Гомельска в области на Дадзиномомо зафиксовано два выпадки захворывания на коронавирусную инфекцию COVID-19. Або два завозные. Подробностей далее в сюжете. В списке инфицированных гомельчанин, который посещал Португалию, а также еще одна жительница областного центра, которая ездила во Францию. Были подозрения на наличие вируса у жительницы Житковичи и гомельчанки, которая вернулась в Беларусь из Англии. После проведения дополнительных исследований диагноз у обеих женщин не подтвердился. При этом медики отмечают, что при любых подозрениях действуют напережения. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию, конечно же, человек в обязательном порядке госпитализируется. Проводятся необходимые мероприятия по первому уровню или по первой группе. Это те лица, которые непосредственно контактировали. И по второму уровню медицинского наблюдения это те лица, которые условно контактировали. Ну а мероприятия, которые в виде дезинфекции, они проводятся по первичному диагнозу. То есть мы не ждем, пока подтвердится диагноз лабораторно, мы начинаем отрабатывать. То есть не происходит опять же так, что лабораторно подтверждено, потом мы работаем, потому что это уже может быть поздно и мы будем подвергать риску инфицирования большее количество населения. За ситуацией следят на всех уровнях. На профилактические мероприятия, а также на укомплектование лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии дополнительным оборудованием из областного бюджета выделены средства. Для проведения профилактических мероприятий областным исполнительным комитетом, главным управлением здравоохранения дополнительно выделяются финансовые средства для закупки средств индивидуальной защиты медицинским работникам и необходимого оборудования для того, чтобы наша лаборатория, которая областного центра гигиены и эпидемиологии проводит исследования на COVID-19, могла не только быстро, но и в большем объеме проводить исследования. Но пока такой необходимости нет, но мы всегда должны быть готовы. На данный момент тест на вирус сделали более 400 жителей области. Медикам поступила первая партия белорусских тестовых систем. В начале апреля их поставки станут регулярными. Кроме того, ждут появления в медучреждениях и экспресс-тестов. Кроме данных тест-систем, которые мы проводим методом полимеразной цепной реакции, еще планируется постановка экспресс-тестов. То есть, я думаю, что в ближайшее время в учреждении здравоохранения такие тесты появятся, которые уже предварительно и быстро будут показывать наличие или отсутствие данного вируса. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель».